Это было уже давно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В ясный зимний полдень мы отправляемся на каток Съедемте вниз, Надежда Петровна Субтитры создавал DimaTorzok Умоляю вас, говорю я, не надо бояться Поймите же, это малодушие, трусость И Наденька, наконец, уступает Самки летят, как пуля Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад Вот-вот еще мгновение, и кажется, мы погибли Я люблю вас, Наденька, говорю я в полголос Наконец, мы внизу Я помогаю ей подняться Ни за что в другой раз не поеду, говорит она Глядя на меня широкими, полными ужаса глазами Ни за что на свете Я едва не умерла Немного погодя, она приходит в себя И уже вопросительно заглядывает мне в глаза Я ли сказал те четыре слова Или же они только послышались ей в шуме вихря Загадка, видимо, не дает ей покою Были сказаны те слова или нет Да или нет Да или нет Это вопрос самолюбия Чести, жизни, счастья Вопрос очень важный Самый важный на свете Знаете, что, говорит она Что, спрашиваю я Давайте еще раз прокатим Неизвестность беспокоит ее Выводит из терпения Она борется с собой Ей нужно что-то сказать О чем-то спросить Но она не находит слов Ей неловко Страшно Мешает радость В чем же дело Кто произнес те слова Он Или мне только послышалось Опять мы летим в страшную пропасть Опять ревет ветер И жужжат полозья И опять при самом сильном И шумном разлете санок Я говорю в полголоса Я люблю вас, Наденька Я люблю вас, Наденька ПЕСНЯ Не пойти ли нам домой, спрашиваю я. А мне нравится это катание, говорит она. Не проехать ли нам еще раз? Но загадка остается загадкой. Я провожаю ее с катка домой. Она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет. Не скажу ли я ей тех слов? Я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать. Не может же быть, чтобы их говорил ветер. И я не хочу, чтобы это говорил ветер. На другой день утром я получаю записочку. Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток. И слетая вниз на санках, я всякий раз произношу в полголоса одни и те же слова. Я люблю вас, Наденька. Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно. Но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви. Словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое. Я и ветер. Кто из двух признается ей в любви, она не знает. Но ей, по-видимому, уже все равно. Из какого сосуда не пить, все равно. Лишь бы быть пьяным. Как-то в полдень я отправился на каток один. КОНЕЦ 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 Я вижу, как к горе подходит Наденька. Как ищет глазами меня. Как она идет вверх по лесенке. Она, очевидно, решила наконец попробовать. Будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет. Что нужно делать в эти слова? Как вы видите, я буду начать телефон. Важим. КОНЕЦ КОНЕЦ НЕЛОГО Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон 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 «Симон»